Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха и Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем органов государственной власти, органов местного самоуправления на территории нашей республики. За прошедшие сутки на территории республики, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 214 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом на город Якутск приходится 121 случай. Необходимо обратить внимание, что в основном все случаи, большинство случаев за последние сутки, начиная с понедельника, относятся прежде всего к семейным случаям и к семейным контактам. Вот здесь на это почему хочу обратить внимание, потому что сегодня, безусловно, самими близкими для нас людьми являются те, кто находится рядом с нами. И, конечно же, наш уровень доверия к ним, он, в общем-то, какие-то определенные, связанные с общением с другими ограничениями снимает. Поэтому сегодня возникает ситуация, при которой достаточно большое количество элит старшего поколения и, соответственно, лиц с хроническими заболеваниями, особенно по городу Якутску, это в основном семейные контакты. Болеют с семьями. И, соответственно, мы в своих учреждениях здравоохранения, сегодня это видим, мы у нас во многом и лежат у нас в больницах, и лечатся либо целые семьи с детьми, либо же, соответственно, именно семьи, муж, жена, дети. Поэтому еще раз хотим на это обратить ваше внимание. Для остальных улусов республики также характерен незначительный подъем случаев. Но если город Якутск, он в основном, в общем-то, для нас сегодня понятен, то ряд улусов у нас постоянно выходят за какие-то рамки или возникают определенного рода небольшие очаги. Так, например, у нас сегодня поднятие заболевания и новых случаев в Анамарском районе, это и Северный район, конечно, все находится под контролем, но, тем не менее, ситуацию необходимо урегулировать, чтобы выяснить, что явилось причиной. Также необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Уссалданском районе. Уссалданский улус уже являлся улусом, в котором нужно было сделать соответствующие выводы после ситуации в одном из интернатов. Ну и, соответственно, я думаю, что необходимо и сейчас Уссалданскому районному оперативному штабу более четко поработать по тем случаям, которые у них выявлены. Ну, к сожалению, у нас люди и тяжелеют, и умирают, и за последние сутки зарегистрировано 3 летальных случаев. Ну и, конечно же, наши медики делают все для того, чтобы как можно больше наших жителей республики выздоравливали. И поэтому, соответственно, количество выздоровевших у нас сегодня в наших больницах, оно превышает, ну, отходит к 70% от всех находящихся в больницах. А так мы до сих пор достаточно большое количество людей лечим. Лечим на разных стадиях и заболевания, и на разных этапах. За сутки в лабораториях республики проведено 6 684 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что в прошлую пятницу на заседании у заместителя председателя правительства руководителя оперативного штаба по Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой глава республики Саха-Якутия озвучил позицию, связанную с тем, чтобы нам ускорить проведение анализов и улучшить доступность к качеству медицинской помощи в арктической зоне, непосредственно разрешить использование систем ИФА и ИХ-тестирования для того, чтобы нам избежать транспортной составляющую при перевозке анализов, тогда, когда речь идет о заболеваниях в северных районах республики. Данное предложение было поддержано. И вот как раз на заседании Государственной Думы при отчете Татьяна Алексеевна Голикова обратила внимание депутатов Государственной Думы вчера, а также, как и все, кто слышал ее выступление, что сегодня это выход для арктической зоны Якутии. Я думаю, что если будет положительное решение Роспотребнадзора, такая практика будет применена и по всей Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин